Первая фраза проведена успешно. Операция продолжается в другом формате. Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России рассказали об итогах своего рейда в Белгородскую область России. Напомню, 22 мая на территорию этой области зашла вооруженная группа людей, российских граждан, которые воюют против диктатуры Путина на стороне Украины. Добровольцы заявили, что хотят освободить Россию от путинского режима. Вернувшись из Белгородской области в Украину, бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России дали пресс-конференцию недалеко от украинско-российской границы. По словам представителей формирований, им почти беспрепятственно удалось зайти вглубь Белгородской области и даже взять там под контроль некоторые населенные пункты. Путинские войска оказались совершенно не готовы к организованному сопротивлению. Мы видим, что военное руководство, военно-политическое руководство Российской Федерации к таким вещам абсолютно не готово. Они очень долго и много рассказывали про то, что они укрепляют линию, тратят на нее миллиарды, там зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется. Есть несколько единиц оружия, которые мы взяли, есть пленный, есть большой трофей, это антидроновая пушка, потому что у нас ее до сих пор не было, она довольно дорого стоит. Теперь она у нас есть. Еще один важный трофей – БТР. Пришлось постараться, говорят в РДК, чтобы закрасить на бронированной машине всю Z-символику. Также добровольцы ответили на вопрос журналистов о том, что Россия распространяет фото и видео американской техники, которая якобы была подбита Белгородской области. Есть достаточно американской техники, которая была добыта в бою в Бахмуте российской стороной, она переходит из рук в руки, поэтому таким вещам не стоит удивляться. В ходе этой операции погибли два добровольца, десять получили ранения, технических потерь нет. В целом первая боевая задача в Белгородской области выполнена успешно, считают в русском добровольческом корпусе и регионе Свобода России. Наши дальнейшие планы – это новые территории Российской Федерации, в которые мы будем обязательно заходить. По большому счету вам нужно набраться совсем чуть-чуть терпения, подождать буквально пару дней, и я думаю, вы снова нас увидите на той стороне. Мы хотим остановить войну в Украине. Это наша первая цель. Вторая цель – мы хотим сменить путинский режим. Мы хотим освободить нашу страну, чтобы наш народ жил в достатке, был свободен и мог развиваться. У добровольческих формирований пока нет достаточно ресурсов, чтобы полноценно контролировать некоторые территории России. Но каждое пересечение границы – страна-агрессора – это уже успех, уверяют бойцы. К слову, свои действия до выхода за украинскую границу РДК и Свобода России координируют с украинскими военными. После попадания на российскую территорию все решения принимают самостоятельно и несут за них полную ответственность. Редактор субтитров А.Семкин